всем привет меня зовут кристина это мой канал о вязании добро пожаловать в мой новый вязальный влог сразу скажу что он не недельный потому что сегодня у меня суббота 12 октября и я только-только начинаю его снимать я не подключалась к вам целую неделю по объективным причинам личного характера если можно так выразиться поэтому как вы понимаете завтра этот влог не выйдет потому что информации у меня нет для того чтобы его выпустить поскольку я на этой неделе абсолютно ничего не вязала кроме шали софи в плечевых изделиях и до них даже не дотрагивалась хотя вру я дотронулась до своего бадлона сейчас я вам его тоже я его что-то забыла принести покажу что я там с ними сделала но зато я начала один новый процесс который вы можете видеть вот здесь но про него чуть попозже давайте сначала поговорим про шаль софи и если вы могли заметить я с вами поздоровалась поскольку я решила в этот раз не записывать приветствие лицом в кадре потому что не готова сейчас к вам выходить лицом в кадре и чтобы не затягивать в последующем выход этого влога когда бы он не был у меня снят я решила поздороваться вот так в таком формате я думаю что это тоже правилами ютуба не возбраняется и вы на меня не обидитесь за то что с вами поздоровалась не лицом в кадре а руками в кадре но зато у нас в окно сейчас светит солнышко и вот такой жизнерадостный проект у меня на столе присутствует сейчас я вам его покажу вот в таком состоянии у меня моточек я уже вывязала полностью все его внутренности именно 50 грамм половину мотка я вывязала до разделительной нити вот мне разделительной нить там осталось я ее пока никуда не обрывала я оборвала нить на середине вязания и продолжила вязать от внешнего от внешней части мотка собственно вот что у меня получается вот на такой сейчас стадии у меня находится шарф он не помещается к сожалению в кадр ну что поделать такой вот он большой как мне сказали он похож на гномий колпак когда он был где-то вот на такой стадии он был похож на праздничный флажок собственно вот мне офигеть как нравится извиняюсь за выражение как выкладывается как выложилась расцветка несмотря ни на что несмотря на то что здесь у меня происходило такое можно сказать резкое увеличение количества петель вот эти полосы они то есть как были полосками так они полосками остались я если честно переживала за то что по мере увеличения количества петель на спицах вот эти полоски не могут в определенный момент оборваться то есть и продолжится фиолетовая просто часть но такого слава богу не случилось все полоски на месте все они читаются очень классно здесь широкие здесь узкие дальше идет получается вот это широкая фиолетовая полоса вот этого вот непонятно серо-сиренево-бежевого какого-то сер бурмалинового цвета потом вот это вот идет голубая часть которая на носочки вот это был мусок вот была стопа вот это была пятка и вот это пошел паголинок а на шарфе видите как выложилась то есть вот эта голубая полоса у меня идет четко по центру шали у меня получились тут почему-то ниточки где я соединяла 2 2 части матка на лицевой стороне но их спрячу это будет незаметно аккуратно идет обработка края айкордом прям мне вообще супер нравится что получается полотно просто потрясающе я в восторге от этой пряжи напомню что это у меня лэйс до норд инфинити сок я наконец-то запомнила как она называется цвет я вам подпишу на экране потому что я не помню номер цвета а этикетку я выбросила вот мне очень нравится то что я все-таки вижу его это полотно где у меня нету здесь номера нет вижу это это шаль на спицах 3 25 миллиметра это у меня бамбук от хая хая меня полностью устраивает это полотно она не забитое то есть я его постираю пряжа еще выпустит пушок поскольку дает насочный пряжи мы все прекрасно знаем как ведется до после стирки насочный пряжа но это полотно она просто вот все такое вот пластичная тягут текучие тянучие вот его по-всякому по-разному нужно растянуть то есть на шею когда я буду наматывать вообще никаких проблем я думаю у меня с этим не возникнет классный процесс мне нравится его вязать за вчерашний вечер наверное сегодняшнее утро как раз таки вот эту часть от голубой полосы вот да это оранжевый я продвинул и сейчас дело пойдет конечно же быстрее потому что сейчас у меня идут убавки и соответственно количество петель уменьшается все это происходит более быстро вот это что касается моей шали буду продолжать вязать хочу уже носить у нас на улице капец как холодно вот сейчас у нас 8 градусов и просто это какой-то кошмар у нас весь сентябрь было лето плюс 27 в начале октября у нас просто резко минус ночью 8 днем и я конечно страдаю по этому поводу и у меня нет шапки после прошлого влога я так и не начала вязать шапку я хотела вязать шапку оле head которую я вам вставляла за фотографию как она выглядит в прошлом влоге я начала читать описание поняла что ну там я понимал что там другая пряжа на что-то я какие-то проблемы у меня с перерасчетом плотности возникли и я не стала ее вязать потом я посмотрела другую шапку что-то тоже там не понравилось в итоге я решила просто вязать шапку от макушки я пока не знаю будет она двойная либо одинарная я посмотрю по плотности полотна что у меня в итоге получится пока что я просто начала вязать шапку от макушки набрала петли методом джуди делаю прибавки на 4 клина не знаю я насколько посчитала мне нужно набрать в общей сложности в районе 80 петель ну как только будет где-то 72 или 74 петли я посмотрю достаточно ли мне это потому что это меринос он все-таки при стирке сопливится после стирки расплывается и растягивается поэтому я посмотрю возможно мне 74 вроде там я считала или 72 петли должно быть достаточно но здесь все это я подтянул потом здесь такие дырочки образовались я конечно просто это увлекательный был аттракцион как я сегодня начала вязать эту шапку методом джуди вяжу у меня конечно же еще не пришли никакие спицы которые я заказать точнее не пришли еще не забрала нет про новый металл но я на них все равно не смогу начать вязать методом magic club от макушки потому что там длина лески 40 сантиметров это неудобно и мне пришлось взять хая хая вот с этой леской но здесь как бы меня не столько леска бесит в принципе в мэджи клубе особо мне вот это не мешается не просто перетягиваю все никаких проблем мне не мешаются вот эти вот кончики поскольку это хая хая шарп это которые самые острые у них кончики толстая пряжа здесь 50 грамм 90 метров по моему то есть она такой толстячок это лана гата макси софт я если честно ну я уже поняла что чуть лоханулась и мне нужно было брать для такой как бы демисезонный для ранней осень шапочки лана гата супер софт но как бы что я сделаю я уже купила макси софт вижу из нее спицы пять с половиной миллиметра толстые спицы толстая пряжа они мало того что толстые они еще у меня и у корота то есть это не полноразмерные спицы это по моему 10 10 что они сантиметров или девять с половиной не помню в общем укороченные спицы и это так неудобно я просто с таким трудом проталкивала петли вот первых рядах наверное в первых четырех или первых пяти рядах себе просто проколола весь палец у меня вот вот видите что происходит с пальцем я ничего не могу с этим поделать просто я постоянно себе прокалываю палец и еще вот эти хай хай я просто сегодня настрадалась намучилась я уже жду когда я наберу достаточное количество петель чтобы я могла перейти на круговые сороковки и себе приспокойненько вязать потому что я понимаю что это просто работа наверное ну и двух трех вечеров потому что опять же толстые пряжи толстые спицы и все это как бы большого труда не составит эту шапку меня связать за несколько вечеров но проблема в том что пока что меня весят спицы вот это мой новый процесс больше ничего не начинала сейчас я вам покажу я еще кстати сегодня порывалась прям начать вязать перчатки из этого самого ягненка glennfruin от diol но это пока я себя настучала по рукам и покажет не начинала думаю ладно у меня пока есть митинг и покажу в митингах совсем припрет буду начну вязать перчатки пока что брошу все силы на шапку сейчас покажу что я сделала со своим бадлоном так вот я вам принесла свой бадлон как вы видите я или не видите сейчас вам покажу и вы увидите я пересняла его на другие спицы я просто поняла что мне как бы нужно его продолжать вязать но и не могу этого делать потому что меня бесит то что у меня постоянно цепляется пряжа за соединение между спицей и леской вот поэтому я полезла в свои свое мой блин что это все разболтала свою вот эту вот косметичку у меня такая вот косметичка где она отпиханы просто практически все мои спицы за исключением тех что у меня хранятся отдельно в этих как их картонных их упаковках и обнаружила что у меня есть спицы это зинги 3 миллиметра круговые на у них плохая леска ну плохая в том плане что она с эффектом памяти но в принципе как вы видите пока что все нормально я пересняла то есть вот по длине как раз у меня все петли свободно распределились по спит по леске по спицам то есть вот ничего нигде у меня не собирается не тянет я вчера его когда пересняла на другие спицы примерила мне конечно чуть-чуть широковато горловина там по описанию она должна быть 21 сантиметр у меня она 22 и может быть даже чуть шире но я думаю если она совсем будет меня после стирки раздражать я вставлю по изнанке ниточку спандекса у меня есть примовский спандекс эластичная нить поняли вот и я попробую эту ситуацию исправить ниточкой спандекса если меня будет это сильно раздражать вот они будет так не будет по голове в принципе так нормально проходит ну вот просто за счет меня за счет того что у меня узкая шея узкая правильно да правильно слово применила немного широковато и она сейчас еще закатывается и она то есть вот так вот просто собирается это в принципе это не не некрасиво это не страшно не критично ну как бы окей я в любом случае ничего перевязывать не буду я буду продолжать вязать так как вижу я сейчас делаю прибавки по регланным линиям мне нужно сколько 16 рядов по моему провязать где я буду делать прибавки стандартно в каждом втором ряду и по телу и по рукавам а потом после 16 рядов я буду делать прибавки по рукавам в каждом третьем ряду а по телу продолжу делать в каждом втором ряду вот так по описанию сказано мне если честно вчера когда пересняла этот процесс на эти спицы мне показалось что он стал еще более новогодним потому что теперь у меня здесь такая ярко-малиновая практически красная пряжа на фоне зеленых спиц и все это обрамляется серебряным люрексом с шиши бриками это выглядит очень по новогоднему если честно потому что это вот классические новогодние цвета вот это белый зеленый красный поэтому как бы да немножко новогоднего контента у меня на канале присутствует вот и собственно все мне больше вам показать нечего рассказать нечего топ шанталь я даже не трогала собственно все поэтому на сегодня буду свое подключение заканчивать как только у меня что-то куда-то продвинется я вам буду это все показывать я думаю что шаль я очень быстро довяжу постираю и вам уже как бы в окончательном виде надеюсь что уже даже в этом влоге я вам ее покажу как готовую работу потому что там в принципе нечего вязать и что и когда я закончу шаль я наверное все таки начну вязать перчатки потому что перчатки мне нужны не меньше чем шапка вот потому что голову я конечно согрею а вот на руки тоже что-то нужно надевать ну что утра и уже шла вчера на работу и было прям ощутимо прохладно вот все на сегодня я буду с вами прощаться до следующего подключения надеюсь она будет скоро просто поясните за маленького чем курни такие малышки забрала раз вы спицы метро новым металл 40 сантиметров 5 половиной миллиметра потому что мне уже как-то очень удобно magic лупом на этих спицах вязать свою шапулю раз буду пробовать переснимать на 40 сантиметров мне кажется чуть мало еще не петелью для страху для 40 сантиметров но я попробую потому что это просто вообще жесть здесь вот в этих местах где идет вот это вот утолщение очень плохо петли эти крайние протягиваются и кончики конечно очень острой и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я думаю, так, все, я начинаю вязать шапку. Потом вспоминаю, что у меня нет образца, и я не могу посчитать плотность, соответственно, сколько мне петель надо набирать. И поэтому я начинаю в экстренном порядке вязать образец. Также с перчатками, я думаю, все, начинаю перчатки. А потом я думаю, как же я их начну, если у меня даже не связан образец. В итоге вот он, образец. Я снимаю при вечернем свете, и вот как-то лампой я пытаюсь подсветить, но не особо получается, если честно. И я вам лучше сделаю подсъем, потому что очень вообще плохо видно, что здесь происходит. А происходит здесь волшебство и магия, потому что я вам вставлю видео от фрагмента, как этот образец выглядел до ВТО. Но если честно, вот на экране как-то не особо понятно, еще при таком освещении. Но вы можете вот так вот видеть, что он выпустил такой вот, я даже не могу назвать это пухом, это больше похоже на мех. Ниточка раскрылась. Сейчас мы попробуем с вами сравнить, где у меня ниточка. Вот, новой бобинке и ниточку от образца, чтобы вы посмотрели разницу, как эта нить раскрылась. Вот, соответственно, слева это с бобиной нить, вот эта нить от образца. Видим мы, как она у нас разбухла. Образец очень мягкий, просто нереально мягкий. Он такой, вот прям меховой плотность. Мне кажется, она идеально подходит для вязания перчаток. Он был более дырявый сразу после того, как я его связала. Но после ВТО я его долго достаточно держала в средстве для снятия пропитки. Потом еще потерла кокосовым мылом. И, ну, он прям стал такой ватный. Я очень люблю ватные пряжи, ватные текстуры. Поэтому софт Донигал у меня, в моих запасах есть. Я от него пищу, потому что у него такая ватная тоже текстура. И вот здесь, соответственно, на чем я вязала. Я вязала на спицах 25 миллиметра, лики. Полностью меня эти спицы устраивают. Не буду я дополнительно себе заказывать металлические спицы. Буду на этих спицах начинать вязать перчатки. Перчатки буду вязать по мастер-классу Ани Пау от пальчиков. Ну, хочу попробовать, потому что многие девочки-вязальщицы хвалят этот мастер-класс. Мастер-класс говорят, что он удобный, понятный, простой и все такое. И можно по нему быстро получить готовое изделие. Вот, соответственно, все. Сейчас, ну, не сейчас, наверное, не знаю, завтра, постно. Завтра я посчитаю плотность и приступлю к вязанию перчаток. Ну, конечно, очень плохо, что сейчас нет уже дневного света, и вы не можете увидеть всю красоту этого образца. Но я вам постараюсь, наверное, завтра при дневном свете подснять этот образец. Как он выглядит еще раз вблизи, потому что все-таки плоховато сейчас камера передает. Но, поверьте мне на слово, он очень мягкий, вообще не колется. Причем, при том, что в бобинке вот так вот, когда зажимаешь, покалывание чувствуется. А вот здесь я прикладываю как бы ко всем частям тела, к шее, вообще не колется. Очень мягкая ниточка. В общем, я довольна этой пряжей, довольна, что ее купила. Надеюсь, что у меня получится из нее связать более-менее приемлемые перчатки. Вот. И, собственно, все. Это все, что я вам хотела показать. Шапку сейчас буду распускать. Не знаю, буду сейчас перевязывать или нет. Скорее всего, нет. Оставлю на потом. Вот. Наверное, сейчас повяжу свою шаль, потому что там, как бы, этот процесс для меня сейчас наиболее понятен и наиболее прост в исполнении. Там не надо думать, там только надо помнить, что в каждом шестом ряду я делаю убавку и не забывать ее делать. И все. И у меня будет готовая работа. Все. Я пошла продолжать вязать свою шаль. А на этом свое подключение буду заканчивать. Ну что, всем привет. Сегодня у меня понедельник. Я пришла с работой. И если вы думаете, что я к вам с готовой работой, то, к сожалению, нет. Хотя, когда сегодня я на работе подвигала эту шаль, я думала, что вечером я приду и скажу, смотрите, как я хорошо сегодня поработала, что закончила шаль софи. Но у меня произошел казус. У меня закончилась пряжа, а шаль не закончилась. Я вообще просто не представляю, как это получилось и почему у меня пряжа закончилась на этом моменте. Я вообще не поняла, то ли у меня изменилась плотность. Потому что вот здесь у меня прям по центру идет соединение двух частей мотка. И то есть дальше убавки, они идут так же, как и прибавки с шагом в каждом шестом ряду. Может быть, я где-то забыла сделать какую-то убавку. Но я не думаю, что из-за одной убавки у меня бы настолько раньше закончилась пряжа, чтобы мне просто не хватило много. Потому что вязание начинается с шести петель, а здесь у меня получается 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 петель. То есть мне, чтобы прийти к шести петлям, мне еще 13 петель убавить через каждые пять рядов. Но это как бы относительно дофига. А пряжа у меня осталась только разделительная нить. Поэтому я остановила свое вязание. Решила вам это все показать. Но не только поэтому у меня как бы еще вязать не из чего было на работе. Я вспомнила, что у меня есть, во-первых, вот это вот отмотыш от этой же пряжи, от вязания гольфов у меня остался. Я, если честно, рассчитываю, что мне этого хватит, чтобы довязать этот уголочек. Но если вдруг случится так, что мне и этого не хватит, потому что там тоже как бы в серединке вот эта вот белая разделительная нить. Здесь не особо много вот этой пряжи. У меня еще есть вот такая пряжа. Это у меня остаток, точнее не остаток, а отмотыш от Лана Гросса. Ленд Люфт, что-то там, как-то она так называется. Я вязала носочки в подарок для своей тети. Нет, к сожалению, у меня фотографии носков. Но я вам давайте оставлю ссылку на влог, в котором я их показывала. Классные получились носки. Вот, если отмотать вот эту красную часть, вот там дальше идет сиреневый, который тоже подойдет мне, в принципе, для вязания этого шарфа. И если у меня как бы совсем все будет плохо, то вот у меня есть еще остаток. Это Форза Ярнарт из их первых расцветок. Я тоже вязала из нее носочки. Я ее сейчас маме отдала, потому что они чуть великоваты. Это были мои первые носки, которые я связала. Нет, не первые. Первые, наверное, были из Астра Карелия, которые я вязала на спицах Трио. Вот, розовый цвет, как бы он, конечно, отличается от этого, но в целом по цветовой гамме, я думаю, более-менее подходит. Вот, поэтому я достала сейчас из своей баночки с остатками носочной пряжи, точнее не с остатками, а с отмотушами, вот эти вот три клубочка. И, ну, я сейчас начну вот с этого. И если мне его не хватит, буду продолжать вот этим вот сиреневым. И, как бы, ну, вообще я рассчитываю, что мне вот этих двух будет достаточно, и вот этот мне придется розовый задействовать. Вот, поэтому такая у меня оказия произошла вообще по непонятным мне совершенно причинам. И, чтобы сильно не расстраиваться, вот, я связала один палец. Да, конечно, он у меня опять снят на скрепке, потому что, соответственно, я его вязала на работе. Давайте я его примерю, это у меня, если у меня со скрепками, нет, не примерю, потому что у меня скрепки не дадут этого сделать, наверное. Хотя, примерю. И давай-давай. Вы не подумайте, у меня не тесно, просто скрепки не дают надеть. Вот, это выглядит так. Я связала один палец своих будущих, надеюсь, перчаток. Уже начала вязать второй вот этот, но я его не стала тащить сюда, с бобиной, с работы. Вот. Ну, он у меня уже практически закончен, он где-то вот на этой стадии, там еще прям веду в пять или шесть довязать, и будет второй палец готов. Что я вам хочу сказать, это прикольно. Это очень необычный опыт вязания перчаток. И я думаю, что каждая вязальщица, которая в начале своего вязального пути говорит, что она никогда в жизни не будет заморачиваться и вязать перчатки, она лукавит. Потому что рано или поздно приходит вот это вот перчаточное настроение, сначала носочное, потом перчаточное, и вот нарастающее оно так идет. И, соответственно, до меня дошла эта очередь перчаточная. Вяжу, как уже говорила в предыдущем подключении, по бесплатному мастер-классу на ютубе Ани Паул перчатки от пальчиков. Начинается вязание с помощью набора шести петель методом Джуди. Потом делаются прибавки до необходимого диаметра пальчика. Ну и я, соответственно, все расчеты сделала, все посчитала по образцу, сколько чего надо. Но, как видите, получилось все нормально, все подходит. Что хочу сказать по поводу вязания. Вяжу я мэджик лупом на спицах 2,25 миллиметра, литий блаш. Во-первых, мне не очень удобно сейчас вязать, потому что у меня там леска 60, поэтому не особо удобно провязывать, потому что короткая леска. Надо, конечно, 80 по-хорошему. Вот. Второе неудобство это прибавки, конечно же. Там в мастер-классе делаются прибавки за 3 подхода. То есть мы набираем 6 петель, потом мы провязываем и просто первый установочный ряд без прибавок, потом мы делаем ряд с прибавками, ряд без прибавок, ряд с прибавками, ряд без прибавок и ряд с прибавками. Последний, то есть за 3 подхода мы прибавляем все необходимое количество петель. прибавки делаются разрозненно здесь нет никаких клиньев, просто вот где вы хотите делать прибавки, там вы их и делаете главное, чтобы не друг над другом, чтобы это не бросалось в глаза но я думаю, что в принципе не бросается аккуратненько получилось такой достаточно миниатюрный, аккуратненький пальчик вот запчасть первая моей будущей перчатки собственно все это все, чем я хотела с вами поделиться пойду что-то думать со своим шарфом а вообще, что хочу сказать по поводу перчаток меня это не напрягает кто-то в том числе и в комментариях под Аниным мастер-классом писали что это вообще мазохизм самоубийство, вязать перчатки тем более таким методом нормальный метод адекватный, нормальный метод просто вяжете сначала пальчики потом все соединяете я вообще, если честно, хочу сначала связать все 10 пальцев потом уже заниматься ну, то есть вот этой вот частью вот что? меня это не напрягало я совершенно спокойно сидела ну да приходится часто очень перетягивать леску потому что ну, маленькое количество петель на каждой спице ну и что? ну, вот так вот да но зато это вяжется быстро я этот палец вязала очень быстро и второй у меня уже почти готов то есть я думаю, что завтра за день я хотя бы на одну руку пять сколько осталось три пальца вполне себе способна довязать вот собственно мастер-класс пока что советую все понятно предельно просто ясно все объяснено как что рассчитать как где что куда воткнуть вот тем более он бесплатный в открытом доступе пожалуйста открывайте и вяжите вот собственно и все это все новости на сегодняшний день буду отключаться надеюсь все-таки что завтра я вам уже покажу готовую шаль не знаю ну в непостирном виде скорее потому что если я ее сегодня а хотя если я ее сегодня сейчас вот довяжу пойду постираю сразу завтра тогда вам уже покажу в готовом виде а то как она смотрится на мне я как обычно постараюсь снять вам в субботу чтобы в воскресенье выпустить этот влог таков план ну что я к вам подключаюсь к готовой работе единственное я обещала подключиться вчера вчера что я вообще была не в ресурсе чтобы куда-либо подключаться вот поэтому подключаюсь сегодня я этот шарф понедельник довязала вечером как и обещала вам постирала вчера он у меня высох сох долго потому что нет отопления пока что в квартире так достаточно прохладно поэтому он сох тоже достаточно долго вот он наконец-то высох и я готова вам презентовать свой большой радужный круассан или как я сегодня ее назвала шаль фронтенштейна насколько вы помните у меня не хватило пряжи на то чтобы у меня кончики были одинаковые и давайте я сейчас разверну и покажу что у меня в итоге получилось в итоге у меня получилась такая вот длинная колбаса и давайте я покажу сразу эти кончики они выглядят вот так то есть у меня здесь идет оранжевый розовый и дальше у меня пошла просто какая-то катавасия вот это вот то как должен был выглядеть второй кончик по итогу он выглядит вот так потому что здесь просто смесь бульдога с носорогом вот на этом моменте у меня закончилась пряжа лейнс дунорд дальше вот этот вот момент с розовым вкраплением до вот этого светлого это тот же самый лейнс дунорд но остаток от вязания гольфов и от этого остатка у меня осталась только лишь разделительная нить собственно все это конечно же я оставлять не буду мне это не нужно я это выброшу можно теперь с полной уверенностью сказать что два мотка 100 граммов у меня вывязаны в ноль один на гольфа второй на шаль и собственно дальше вот с этой светлой части до вот этой до самого конца это идет пряжа лана гросса ленд люфт дис окин воль по-моему она называется я оставлю в описании ссылку на влог в котором я показывал носки из этой пряжи и собственно говорила про эту пряжу вот то что у меня осталось от этой пряжи лана гросса ну это не знаю это оставлю пока не буду выбрасывать если вдруг у меня кто-то потом спросит зачем ты хранишь вот такие вот отмотыши микроскопические я им просто покажу покажу вот эту шаль потому что на самом деле в данной ситуации меня эти мои отмотыши очень спасли по цвету ну я думаю что не особо важно что чуть-чуть отличается оттенок он сочетается в целом со всем шарфом здесь вот в этом моменте опять у нас присутствовал такой небольшой непрокрас и собственно вот этот сиреневый он очень даже неплохо с ним гармонирует что могу сказать что могу сказать в целом про шаль она получилась не то чтобы очень большая но она получилась хорошая мне очень нравится полотно оно такое струящееся оно такое мягкое но вот это вот платочная вязка она пружинит то есть оно не забитое после ВТО выпустился пушок его может быть сейчас не видно на камере но я думаю вы прекрасно знаете как выглядит после ВТО любая носочная пряжа соответственно это выглядит точно так же и единственное отличие что вот эта Лана Гросса она как будто бы немножко попухлее чем Лейнс Ду Норд но это прям вообще абсолютно незаметно здесь вот этот кончик ничего страшного я в этом не вижу и Лана Гросса она чуть более волосатая получилась чем Лейнс Ду Норд Лейнс Ду Норд более гладкий вот все собственно это моя готовая работа я эту джамку не могу никак расправить но она не влезает все равно давайте ее сложим пополам вот этим красивым кончиком чтобы она к вам лежала вот моя получается готовая работа этой недели других не будет да как бы я немножко спойлери но скорее всего не будет потому что я не предвижу каких-либо процессов которые могут на этой неделе закончиться еще готовой работой к сожалению как бы грустно это не звучало но хотя бы одна готовая работа есть и ее уже можно спокойно носить как и обещала я вам в субботу все сниму как это выглядит на мне постараюсь сделать это в комплекте с гольфами но не обещаю потому что потому что не обещаю вот с гольфами как-нибудь потом гольфы вы уже видели и теперь посмотрите как смотрится эта шаль так давайте ее обратно свернем в круассанчик то я постоянно смотрела за такими круассанчиками и тоже себя хотела ну вот наконец-то у меня он появился сейчас мы его аккуратненько свернем и мы перейдем с вами вот смотрите какая красота ну по-моему это просто потрясающая красота я очень довольна этой работой и если честно мне прям вот еще что-нибудь хочется связать платочной вязкой может быть даже какой-нибудь кардиган типа потому что это вяжется супер просто супер быстро вообще я давно так не кайфовала от платочной вязки может быть еще одну хальсофи связать с какой-нибудь другой пряжи вот ну посмотрим не знаю меня полностью устраивает эта работа обалденно классная буду носить так давайте ее я не вижу она в кадр попадает или нет ладно положу сюда будем считать что попадает и я вам хочу показать три просто три новых процесса у меня у меня на этой неделе случился бум на аксессуары я вообще не хочу даже смотреть в сторону плечевых изделий я не знаю что со мной произошло на этой неделе точнее я знаю что произошло но я не могу понять как это связано с плечевыми изделиями потому что я вчера вечером хотела повязать топ шанталь я села честно начала его вязать точнее продолжила его вязать провязала 4 ряда и поняла что я срочно хочу начать новый процесс и никто меня не остановил поэтому я его начала говорю я о процессе из вот этой пряжи это тоже лейнс дунорд поэма твит лакшери лайн цвет у меня 216 вот такой классный здесь идет градиент от бордового потом идет такой с львовый и потом вот такой баклажанный очень классная пряжа она невероятно мягкая просто она такая ватная это пряжа ровничного типа как мы видим по названию поэма твит это твит и здесь вот такие присутствуют у нас разноцветные крапинки твидинки и они как бы нравится мне то что они не просто налеплены на эту нить а они как бы вот на зеленый хорошо будет видно вытащу только ниточку они намотаны вот так вот таким образом на основную нить то есть не просто там крапинка которую можно легко оторвать а вот они видите вот такой змейкой намотаны на ниточку это очень круто я вообще нереально кайфую когда держу в руках этот моток он такая волосатая еще до ВТО по характеристикам это у нас стопроцентная шерсть траж у нас здесь 150 грамм идет на точке и 600 метров и что и я вяжу бактус я вяжу бактус по описанию что-то я не помню по чьему описанию но я вам вставлю я вам на экране подпишу чье это описание и как должен выглядеть этот бактус я вяжу его как вы поняли наверное крючком своим любимым крючком раку-раку от хамонака и вяжу на 3,5 миллиметра здесь рекомендованный крючок у нас 3,5 4 я взяла 3,5 и изначально когда я начала вязать мне показалось что получается очень каркасное полотно но сейчас я думаю что после стирки она у меня еще размягчится распрямится разъедется поэтому я не буду менять номер крючка не буду ничего распускать и перевязывать и вы просто посмотрите на это полотно вы просто на него посмотрите это что вообще такое это что за роскошество это что за крапушки это вообще ну я не знаю даже как это назвать это так красиво этот бактус он вяжется от угла и потом с определенной частотой делаются по одной стороне прибавки а вторая сторона остается прямой вот сейчас подлинный поток чтобы видно вот получается у нас такой треугольничек ну соответственно я буду вязать прибавки до тех пор пока не извяжу половину вот этого мотка я его потом ой хочу красиво этикетку повесить я его взвешу потом когда пойму что я извязала половину соответственно я перейду к убавкам надеюсь у меня не приключится никакой с этим беды так же как с вот этим шарфом и у меня на вот таком вот расстоянии от конца бактуса не закончится пряжа вот будем надеяться и верить в лучшее вяжется очень простым узором но выглядит это очень эффектно классно мне просто потрясающе нравится тактильно я понимаю что это ровница и она будет закатываться тем более это нашейный аксессуар он будет постоянно тереться и оболнию и всякие сережки цепочки и так далее мне это не смущает я очень хотела пряжу давно я купила к этому осеннему сезону и думаю почему бы мне не заняться вязанием бактуса вот это начало моего процесса я думаю что сегодня вечером я как раз таки после того как закончу снимать это подключение буду продолжать вязать этот бактус еще почему я захотела его повязать потому что я очень давно ничего не вязала крючком и я не могу сказать что я соскучилась по крючку я как-то последнее время больше по спицам прикалываюсь ну вот не знаю почему-то именно бактус я хотела именно из этой пряжи я хотела вязать крючком и вот такая потрясающая мне предоставилась для этого возможность и вчера вечером я внезапно решила воплотить это свое желание в реальность поэтому вот у меня появился еще один такой процесс у меня на этой неделе какая-то неделя осенних стартов потому что что-то я как-то много всего поначинала но радует то что это все быстрые процессы поскольку это все аксессуары и они не растянутся у меня на долгие три месяца как это происходит с ключевыми изделиями а то и на дольше у меня уже вон мой бедный в корзинке лежит на самом дне кумулус уже плачет просто крокодилями слезами но у меня вообще сейчас нет никакого желания его продолжать вязать пусть лежит он в любом случае будет довязан рано или поздно но пока пусть полежит так это второй мой процесс и давайте я вам что покажу давайте я вам покажу вот это как вы помните я вам в предыдущих подключениях показывала что я запорола свою шапку из ланагата максисов я начала ее вязать от макушки у меня ни хрена не получилось а мне пришлось все распустить вот я собственно смотала пряжу в кейк но он уже у меня почему-то растрепался и превратился в какую-то картофелину но вчера на работе я не знаю что у меня сейчас чтобы петли не потерялись чуть-чуть их сдвинем я не знаю что у меня за беды с этой жабкой почему она у меня никак не может получиться я то неделю не могла ее начать я сначала не могла определиться с моделью потом у меня что-то не получалось расчетным потом я начала у меня опять не получилось я распустила вчера на работе думаю дай начну взяла спицы это спицы у меня кловер такуми 3,6 мм посмотрела сколько открыла просто рандомный мастер-класс на ютубе посмотрела что там девушка вяжет вязала шапку резинкой 2х2 из лана гата макси софт спицами 3,5 мм на обхват 53-56 и набирала на 108 петель я решила набрать 104 потому что у меня голова маленькая мне показалось 108 будет для меня тумач набрала короче и там же надо набрать 104 плюс 1 чтобы соединить вязание в круг а я набрала 104 и все и забыла про то что мне нужно набрать дополнительную петлю для замыкания в круг и соответственно я уже все набрала провязала первый установочный ряд лицевыми петлями провязала резинкой 2х2 одну спицу и когда у меня в конце осталось вместо двух петель одна я такая как бы что почему так в итоге я пересчитала все петли и оказалось что их 103 вот поэтому я снова все распустила бросила и сегодня начала заново 10 раз и пересчитала 104 петли все правильно резинка вот собственно получается 2х2 все как надо вяжу magic loop потому что я думала вязать на своих джинджерах джинджер мини но не знаю что-то решила magic loop у меня потому что были с собой вот эти спицы джинджерах не было я думаю ну ладно не особо как бы удобно вязать потому что большое количество петель и достаточно небольшая леска ну то есть леска 80 это в принципе для носочков хороший размер но для шапки немного маловато но не критично мне в принципе норм вяжется поэтому никаких с этим проблем нет это вот что я провязала за сегодня это мой второй процесс завтра буду его опять же на работе продолжать чтобы побыстрее получить свою шапульку так что вам еще показать сейчас я кое-что сделаю и к вам вернусь тадам я сегодня вот настолько продвинула свои перчатки ну у них как бы сами понимаете вот здесь еще торчат ниточки потому что я их буду прятать в конце все между пальчиками пространства я уже сегодня сшила я знаю что некоторые девочки которые вяжут по мастер-классу Ани Пау перчатки от пальчиков вот эти вот дырочки сшивают уже в конце когда все перчатки завершены но Аня в своем мастер-классе советует их сшивать вот на том этапе когда мы только соединили вот эти четыре пальца и я решила последовать ее совету чтобы потом с этим просто не заморачиваться так что я хочу сказать я хочу сказать что мне все нравится возможно на пару рядов можно было сделать покороче пальцы но как бы это это окей там есть пространство для рук я ногти себе какие-нибудь длинные решила простить это как бы ничего тут нет критичного все как бы нормально все ничего нигде не болтается по ширине они прям идеальные вот прям идеальные я уже довязала до того момента когда мне надо присоединять большой палец но у меня уже времени не было этого делать я решила принести с собой и домой этот процесс и вам показать пока он на такой стадии вы не поверите потому что я связала сама перчатки скажите купила вот так вот выглядит вблизи пряжа и давайте не знаю опять же сейчас вечерний плохой свет но давайте попробуем ее сравнить с образцом который уже после ВТО я думаю видно насколько здесь заполненное полотно даже чуть-чуть подваленное такое ватное и насколько вот здесь как бы читаются петли а здесь они практически не видны то есть это как такое единое монолитное полотно но я думаю в принципе разница видна между пряжей до и после ВТО и я думаю что все последующие ВТО эту пряжу еще больше будут раскрывать вот такой у меня процесс вот у меня здесь как раз большой палец еще лежит давайте наденем наверное скрепки дадут это сделать нет скрепки не дают его дальше натянуть ну вот давайте и так его приложим чтобы было понятно вот у меня получается такой тоже фронтенштейн вяжется слушайте мне нравится я же говорила что это быстро потому что вот у меня был связан мизинец когда я к вам подключалась и вот эти четыре пальца ну да на работе за день я их успела связать сегодня утром я их соединила сшила вот здесь и провязала вот это с учетом того что я еще вязала шапку вот так что как-то так я думаю что за завтра в принципе ну можно если не закончить перчатку то хотя бы до манжеты точно довязать вот мне мне уже слушайте жарко получается такое достаточно плотное хорошее полотно и мне прям реально уже жарко в этих перчатках поэтому давайте я их сниму вот вот так это выглядит я слушайте вообще довольна что я блин тут конечно вообще все перепуталась я довольна что я вообще за этот процесс взялась что я решилась вязать перчатки и я думаю что этот сто процентов мои не последние перчатки потому я возможно потом попробую еще вязать не от пальчиков а снизу вверх то есть от манжеты к пальчикам я посмотрю как мне больше понравится так и буду в дальнейшем продолжать вязать но вот этот способ меня как бы в принципе устраивает вот попробую другой и скажу свое мнение уже потом вот 10 раз сказал вот вяжу давайте вам напомню на спицах 2,25 миллиметра рики блаж очень красиво у меня все сочетается розовые спицы фиолетовая пряжа у меня вообще посмотрите просто сезон сиреневых процессов вот этот бактус немножко только выбивается конечно вообще это так все выглядит непрезентабельно пока что вот у меня бобинка так выглядит я вам уже ее наверное 5 раз в этом влоге показала еще раз покажу собственно что собственно все набросала здесь кучу процессов но поделилась зато своей готовой работой и тремя новыми процессами буду все продвигать буду вязать сейчас пойду вязать свой бактус уже прям хочу его повязать не могу завтра буду продвигать шапку перчатками что и ну вот я точно ничего наверное не начну блин у меня же еще гольфы недовязанные из этого самого скажите я скажу дропс дропс фабул они у меня тоже на работе я вам их не принесла потому что их вообще не трогала мне кажется они 3 недели уже лежат на шкафу на работе я их не продвигаю я буквально сегодня у меня уже когда все вот эти процессы собрала что-то три ряда по-моему провязала и все но я там на такой стадии мне уже пора переходить к прибавкам на короче для голени чтобы они кверху расширялись и вот мне там еще буквально два ряда провязать и я перехожу к прибавкам но это у меня сейчас пока не первая не первоочередная задача то есть у меня самое главное сейчас нужно довязать перчатки и шапки чтобы я их могла носить потому что на улице дикий колотун собственно все чем я хотела с вами сегодня поделиться больше у меня никаких новостей нет покупок у меня тоже никаких нет но я вам небольшой спойлер озвучу что в следующем влоге 100% будет распаковка а даже может быть и не одна вот потому что я хотела в этот влог вставить но во-первых мне скорее всего посылка не успеет прийти до того времени как мне нужно будет выпускать этот влог и во-вторых если я соберусь вставлять распаковку в этот влог он будет длиться не знаю два с половиной часа наверное вот все на сегодня я с вами прощаюсь как завтра не знаю что у нас завтра четверг завтра у меня тренировка скорее всего я завтра не смогу подключиться и наверное в субботу я уже буду записывать финальную часть с прощанием где уже обрисую ситуацию по всем моим продвижениям по всем моим процессам потому что в пятницу я тоже скорее всего подключиться не смогу потому что мы идем на концерт с подругой вот ну и все собственно в субботу мне уже надо его доснять и монтировать и ставить на выброску потому что все это сейчас происходит очень медленно зачем я вам это рассказываю я абсолютно не представляю поэтому я буду закругляться и прощаться с вами до финального подключения пока-пока пока-пока ну что давайте лицом к лицу поговорим блин мне кажется это уже третье подключение в этом блоге которое я начинаю со слов ну что но простите слово паразит буду избавляться и это финальное подключение в котором я бы хотела вам показать все что я тут ваяла вязала за неделю что у меня в итоге получилось может быть что-то не получилось но вроде все получилось поделюсь своими впечатлениями от вязания этих процессов и покажу собственно на какой они стадии сейчас находятся поделюсь своими планами на следующую неделю на ближайшее время в целом поэтому давайте начинать единственное я жгу доставку поэтому в определенный момент может раздаться звонок в дверь мне придется вас ненадолго покинуть но я думаю что ничего страшного давайте так у меня здесь сложен ряд процессов которые я хочу вам показать давайте наверное начнем с того что вы уже видели это вот эти носочки просто сейчас я их постирала и заблокировала я купила блокаторы на такой размер и собственно в итоговом варианте эти носочки выглядят вот так ну что хочу сказать по поводу пряжи она после ВТО стала значительно мягче и она прям такая шерстистая вот это прям такие шерстяные добротные носки несмотря на то что это четырех нитка тоненькая все-таки это такие достаточно я думаю будут теплые носочки еще раз полюбуйтесь на эту потрясающую расцветку пряжа выпустила ушок вот такая она теперь волосатенькая ну класс конечно мне прям очень нравится это вот тоже что-то из пряжи вот так это выглядит вблизи классно мне нравятся эти носки довольно ну это все вы их уже видели я вам все про них рассказывала просто вот хотела показать в итоговом постиранном виде а сейчас ну ладно раз про носки я принесла с работы свой гольф который абсолютно практически вообще никак не продвинулся он выглядит вот так в принципе по моему он примерно так же выглядел когда я вам его показывала в прошлый раз единственное я вам говорила что мне там надо пару рядов довязать и переходить к прибавкам на голень ничего я не довязала вот у меня как бы вот этот паглинок вот такой длины так он и остался ну просто вам принесла показать чтобы обозначить этот процесс что он у меня в процессе что он у меня вяжется вот такое количество пряжи у меня осталось от моточка напомню что это пряжа и нацвечивает лампа Drops Fable цвет 918 очень классный такой вот с такими мягкими плавными переходами зеленого цвета которые выглядят вот такими вот полосочками и вот сейчас я смотрю на носок и понимаю что мне нравится как выложилась пятка то есть вокруг пятки получаются такие светлые две вот эти вот полоски а сама пятка темненькая симпатичная получилась и нравится что мысок темненький а дальше уже идет идут светлые полоски все по носочным процессам все никаких новых носков я не начинала пока не планирую это делать хочу сначала закончить эти гольфы давайте поговорим про мой бактус который я вяжу крючком из пряжи не взяла этикетку но я в моих предыдущих подключениях показывала это пряжа лэнт норд поэма твит сейчас попробую уместить его как-нибудь вот на экран он сейчас находится кривой у меня тут угол ой вот на такой стадии он сейчас находится я думаю что вы видите уже вот этот плавный переход от такого бордо светло-бордового к темно-бордовому то есть вот он внизу светлее такой более красный а сверху уже вот такой вот более темный вот как бы на такой стадии находится у меня сам бактус вот в таком виде у меня выглядит моточек то есть я середину уже все вывязала и он вот таким прикольным бубликом теперь смотрится сверху у нас вот такой классный баклажановый цвет ждусь дождусь пока до него дойду очень нравятся эти крапушки они такие привлекательные с пряжей работать приятно ровница она конечно такая вся волосатая и пушистая надеюсь что в носке будет вести себя нормально что по поводу расхода хочу сказать я конечно взвешиваю вот этот моток и отвязанную часть полотна но я больше чем на 100% уверена что мои весы они недостаточно точно определяют вес поэтому я уверена что все что я навзвешиваю это будет не точно и пряжи может не хватить мне в определенный момент поэтому я что подумала я подумала что я буду вывязывать этот моток до той величины точнее до той ширины бактуса который меня которая меня устроит что у меня со словами сегодня которая меня устроит как только я достигну необходимой величины вот по этой центральной линии и пойму что пора переходить к прибавкам я буду переходить к прибавкам соответственно к убавкам соответственно если мне не хватит этого мотка я докуплю второй ну потому что ну как бы сейчас это очень маленький размер это мне буквально не знаю один раз только даже наверное не хватит шею обернуть это будет смотреться очень пуца и некрасиво а я хочу чтобы этот бактус был такой достаточно объемный по размерам чтобы можно было так вот укрыться замотаться и чтобы было тепло вот учитывая что он такой ну достаточно дрябенький получается не просвет можете видеть дырочки вот поэтому не буду я заморачиваться с бесконечным взвешиванием этого мотка мне до 100% кажется что на такой полноценный бактус той величины которой я хочу мне этого мотка не хватит вот поэтому я просто сейчас вяжу и не заморачиваюсь вяжется очень просто полотно ну просто потрясающе красивое получается прям вот идеальное мне кажется полотно оно такое мягкое тактильное безумно приятное вообще не колется но при этом греет то есть вот так вот если руку его замотать ощущается такое сухое шерстяное тепло вот ну собственно это стопроцентная шерсть как тут может быть иначе это что касается бактуса ну и давайте что сначала поговорим про мою шапку которую я начала вязать я да я же вам показывала как я начала перевязывать шапку резинкой 2х2 и собственно она не особо сильно продвинулась потому что у меня в приоритете были перчатки но сейчас мы до них дойдем вот столько у меня сейчас провязано такое вот количество полотна мне очень нравится как выглядит это полотно оно такое все фактурное такое все ровненькое очень классно смотрится эта резинка 2х2 ну прям вот ну я супер довольна вообще тем что у меня получается и по спицам идеально эта пряжа скользит ничего нигде не застревает вот эти стыки вот эти стыки вот прям ну вот все идеально скользит напомню это спицы кловер такуми бамбуковые вот что еще сказать ну вот как бы у меня вот столько еще пряжи осталось от первого мотка у меня такой получился здесь огромный хвост потому что я никак не могла угадать с длиной этого длинного хвоста вот поэтому он получился слишком длинным но у меня еще два мотка такой пряжи есть поэтому я не переживаю что у меня хватит на шапку продолжаю вязать сегодня не знаю получится у меня ее попродвигать или нет вообще обычно дома по вечерам сегодня мне кстати суббота обычно дома по вечерам я продвигаю бактус а вот эта шапка перчатки и гольф у меня это рабочий процесс поэтому не факт что я дома буду ее продвигать и давайте перейдем к самому интересному наверное надо это конечно же к перчаткам я вам хочу показать готовую перчатку между прочим я вчера ее довязала я себе поставила цель довязать эту перчатку чтобы в финальном подключении вам ее показать я свое обещание самой себе выполнила вот показываю вам готовую перчатку сейчас я сначала расскажу про ее конструктивные особенности скажем так а потом примерю на руку и покажу как это смотрится что мне во-первых я неправильно сделала прибавку убавки на формирование клина от большого пальца я в общем не захватывала петли не с тела видите у меня клин он идет прямо потому что я брала одну петлю с пальца одну петлю с тела надо было брать две петли с тела тогда бы у меня клин уходил вот к середине ладони вот так вот ну как правильно поскольку я брала через каждый ряд в каждом втором ряду одну петлю с пальца одну петлю с тел соответственно петли пальца у меня убавлялись и вот этот клин он у меня идет прямо но как бы окей это мои первые перчатки вот такую небольшую оплошность я допустила но ничего страшного резинку я связала здесь два на два потому что резинка один на один мне не нравится вообще никак а это кстати уже постиранное полотно и она просто безумно приятная такое ватное полотно вот такой потрясающий классный пушок очень ровный все петельки все выровнялось все классно единственное я вам показывала эту перчатку в прошлый раз на стадии вот такой без большого пальца и собственно на следующий день когда пришло время присоединять большой палец я конечно вообще так помучалась с ним в мастер-классе как-то не особо подробно освещен вот этот момент присоединения большого пальца и я наверное раз 15 вот это место перевязывала потому что я не могла сообразить как мне присоединить и куда и с какой стороны этот большой палец в итоге я смотрела этот момент в мастер-классе на скорости 0.75 с двухкратным увеличением вот так вот сидела высматривала какой стороной там у Ани повернут пальчик на какие спицы мне его присоединять с какой стороны чего провязывать ну я уже реально я думала что у меня ничего не получится и мне придется все это распустить но слава богу я разобралась с 25 раза я присоединила все-таки этот большой палец но вот потом такой косяк небольшой с клином допустила но ицокей ничего страшного что давайте примерю сейчас я сниму часы потому что они будут мешаться и покажу как она смотрится на руке и скажу свои впечатления еще от того как она сидит на руке ну что выглядит это вот так как вы можете заметить вот у меня имеется свободное место в пальчиках особенно в мизинце он у меня прям ну вот это вот то что я зажимаю вот это это все вот свободное место здесь пальца уже нет но в целом как она сидит мне нравится единственное у меня вот с этой стороны еще собирается вот такой небольшой как вам это показать вот складочки пузырек какой-то вот здесь еще мне кажется что нужно было начинать вязать резинку чуть раньше то есть вот как только у меня закончились убавки на клин большого пальца нужно было начинать вязать резинку потому что у меня здесь получается еще вот такое место на запястье идет лицевая гладь и дальше только начинается резинка вот мне кажется что когда я буду вязать следующие перчатки нужно резинку начинать вязать раньше в целом это вообще супер это просто супер кайф она обалденно сидит она круто смотрится мне безумно жарко уже вот я только надела мне уже жарко мне кажется вполне себе зимой можно будет в этих перчатках ходить ну потому что это все-таки ягненок а не хухры-мухры по большому пальцу в принципе все нормально его размер меня устраивает вот заканчивается палец и заканчивается перчатка ну вот по мизинцу конечно да вторую перчатку то я понятно буду вязать такую же но когда я сниму я не могу очень жарко когда буду вязать следующие перчатки уже буду как бы эти расчеты учитывать и количество петель уменьшать ну и соответственно с резинкой тоже буду начинать ее вязать раньше кстати закрытие здесь у меня с накидами вот смотрится все хорошо по тактильным ощущениям кстати вот хотела отметить что после вот этого гладкого мериноса вот эти вот этот вот ягненок это пряжа она такая сухая я вязала вчера сначала с утра чуть-чуть вот эту шапку и она такая вот прям вот как облачко такая мягкая такая вся пружинистая чуть-чуть даже как будто бы тянется вот так вот пружинится ниточка вот это все классно я когда после этого мериноса взяла в руки ягненка я такая думаю блин вот это да она такая сухая она вообще не пружинит то есть она абсолютно неэластичная такая прям вот шерсть шерсть но по сравнению с непостиранным полотном конечно на фоне бобины не очень понятно но полотно конечно преображается каким-то невероятным образом действительно происходит магия ВТО и вот эта вот сухая безжизненная тряпочка с кривыми в некоторых местах петлями превращается просто в какое-то потрясающее полотно я бы не сказала что оно нежное оно ватное вот такая ватная текстура которую я очень в пряже люблю и я понимаю что когда я постираю второй раз она раскроется еще больше еще лучше и будет вести себя просто наилучшим образом стирала опять же в том же самом своем средстве для снятия пропитки с бобинной пряжи и потом еще потерла кокосовым мылом что все на этом мои процессы заканчиваются это все чем я занималась на этой неделе ключевые я как уже я вам говорила не вязала и даже меня к ней не тянуло и даже и сейчас не тянет очень хочу закончить бактус невероятно хочу побыстрее довязать вторую перчатку опять же не знаю буду я начинать завтра дома либо на работе не столь важно вот что нового пока я конечно хочу начать что-то новое но я пока хочу довязать что-то из уже начатых процессов у меня как-то неделя стартов такая своеобразная получилась потом после того как я закончу шапку из лана гата супер макси софт вот это вот сиренево у меня еще есть три моточка точнее не три моточка не важно не помню сколько моточков лана гата натура для зимней шапки вот мне нужно начинать взять зимнюю шапку потому что если осенняя шапка у меня какая-никакая имеется а зимней шапки нет никакой поэтому это следующий первоочередной процесс варежки к этой шапке из лана гата натуры также я хочу связать на зиму плюс я вам показывала в прошлых влогах что я купила себе шесть мотков пуха норки такого бордового цвета я из него хочу вязать шапку бини двойную и эту самую манишку к своему зимнему пальто что из аксессуаров я еще хотела начать но митинги я хотела вязать но наверное уже ну может попозже к весне я их свяжу но сейчас наверное уже к зиме не буду я торопиться вязать эти митинги но из плечевых что-то пока мне ничего не тянет начинать вязать но все течет все изменяется и возможно на следующей неделе я вас порадую каким-нибудь и плечевыми процессами тоже а пока меня целиком и полностью захватили аксессуары хочется как-то вот повязать что-то такое маленькое и получить быстрый результат как вот с этой перчаткой я не помню я ее когда начала вязать в понедельник да в понедельник я ее начала вязать и получается в пятницу закончила ну то есть на работе за пять дней я связала не знаю быстро это или медленно но для меня быстро вот ну соответственно следующая неделя у меня должна уйти на вязание второй перчатки чтобы к концу уже недели получить готовую работу все наверное это все очень я хотела с вами поделиться очень рада была встретиться с вами лицом к лицу в финальном подключении надеюсь вы тоже рады были меня видеть надеюсь вам понравился этот влог мои процессы пишите в комментарии что вам понравилось больше как вам мои перчатки любите ли вы вязать перчатки если вам понравилось это видео пожалуйста поставьте ему лайк подпишитесь на канал если смотрите видео без подписки но тем не менее продолжайте возвращаться на мой канал мне будет очень приятно и в текущих реалиях это очень сильно увеличит продвижение моего видео на ютубе спасибо огромное что досмотрели это видео до конца я была рада поделиться с вами своими новостями своими процессами своими начинаниями всех очень крепко обнимаю до встречи в следующих видео всем пока субтитры